Всем привет! И сегодня я подготовил для вас топ из 10 лучших смарт-часов на 2020 год. С вами канал Pandorum и мы начинаем! И открывает наш топ Amazfit Beep Lite. Уже привычно для всех открывает топ смарт-часов бюджетная модель от Amazfit Beep Lite. Лайтовая версия популярного гаджета практически не отличается от старшей версии, за исключением отсутствия GPS. Кроме того, новинка получила однотонную раскраску корпуса. Но эти мелкие аспекты позволили увеличить популярность девайса. Обе модели имеют одинаковые размеры, как и характеристики. 1,28-дюймовый экран с разрешением 176х176 пикселей. Циферблат имеет защиту и стекло Gorilla Glass 3. Прибор умеет отслеживать качество сна, дублирует уведомления, которые приходят на смартфон. Вдобавок имеет сенсор измерения сердечных сокращений. Класс защиты соответствует IP57, то есть влаги девайс не боится. К числу сильных сторон следует отнести время автономной работы. 45 дней при заряженном аккумуляторе. Емкостью в 200 мАч. А это просто отличный показатель для бюджетника. Из плюсов можно выделить низкую цену, качество сборки, время автономной работы и датчик сердечных ритмов. А вот минус только один. В девайсе нету GPS. Девятую позицию занимает Huawei GT2. Благодаря округлой форме, экрану с обтекаемым 3D-стеклом и металлическому корпусу, дизайн GT2 можно назвать универсальным. Часы отлично подходят и для делового стиля, и для занятий спортом. Дисплей яркий и четкий. В отличие от других моделей, разрешение составляет не 360 на 360, а 454 на 454 пикселя. С учетом диагонали экрана 1,39 дюйма, это отличный показатель. Huawei GT2 отвечает стандарту пыли и влагозащиты IP68. В отличие от первой модели GT, предусмотрен динамик и микрофон, что никак не сказалось на водостойкости. Широкий набор функций позволяет смело назвать модель GT2 универсальным помощником для людей, ведущих активный образ жизни. Есть реестр упражнений, датчик сердцебиения, индикатор стрессовых нагрузок, датчик частоты педалирования, умный будильник и много других полезных функций. Смарт-часы GT2 с циферблатом на 46 мм оснащаются аккумулятором на 455 мАч. В модели с циферблатом на 24 мм объем батареи составляет 215. При регулярном использовании автономной работы хватает на 2 и 1 неделю соответственно. Восьмую позицию занимает Garmin Viva Move Style. Пополняет рейтинг смарт-часов модель Garmin Viva Move Style с ярким AMOLED-экраном, разрешением которого составляет 240 на 240 пикселей. К достоинствам девайса необходимо отнести качественный быстросъемный ремешок и дорогой классический дизайн. Механические стрелки прекрасно дополняют напыление 24-каратного золота. Корпус защищает стекло Gorilla Glass. Класс защиты IP68. Что касается функционала, есть барометр, умный будильник, пульсометр, высотометр и определение кислорода в крови. Оповещение о вызовах и сообщениях легко отслеживать благодаря четкому вибросигналу. Если подводить плюсы и минусы, то из плюсов будет премиальный дизайн, хороший экран, качество ремешка и оптимальный набор опций. А вот из минусов, что за эту цену хотелось бы чуть побольше опций. Седьмую позицию забирает Amazfit T-Rex. Презентация смарт-часов T-Rex состоялась 7 января 2020 года в Лас-Вегасе в рамках Всемирного технофорума. Гаджет имеет две отличительные особенности. Первая – это выразительный дизайн. Часы выполнены в брутальном стиле. Хорошо это или плохо – вопрос частный. В сочетании со строгой одеждой будет смотреться не очень, а вот для спортивного стиля – в самый раз. Гаджет заключен в ультралегкий корпус из поликарбоната. Есть 5 вариантов цветов – черный, серый, оливковый, графитовый и камуфляжный. Экран на 1,3 дюйма обеспечивает нормальную считываемость информации. Разрешение 360 на 360 пикселей. Владелец может скачать в стандартном приложении Amazfit циферблат в стиле классических, механических или спортивных часов. Количество доступных циферблатов, кстати, небольшое. Вторая – это длительность автономной работы. По заверению производителя, гаджет способен работать без подзарядки на протяжении 20 дней. Это действительно сенсационный срок. Модель Amazfit TRX позиционируется как смарт-часы для занятий спортом и активного отдыха. Они устойчивы к пыли и воде под давлением до 5 атмосфер, то есть можно нырять на глубину до 50 метров. Производитель также утверждает, что гаджет ударостойчив, но стекло Gorilla Glass всего третьего поколения заставляет в этом усомниться. Шестую позицию топа получает Amazfit GTS. Amazfit GTS – модель, привлекающая читабельным экраном и полным набором датчиков для контроля физической активности. Гаджет получил шикарный AMOLED-дисплей с плотностью пикселей 341 bpi. Качество точно не соответствует бюджетному сегменту. При этом разрешение экрана составляет 348 на 442 пикселя. Квадратный дисплей часов вмещает максимум полезной информации, которая выводится на настраиваемый циферблат. Можно использовать множество разных типов виджетов и видов главного экрана, которые пополняются каждый месяц. Стоит также отметить стильный тонкий дизайн модели и ультимативную защиту, обусловленную использованием авиационного алюминиевого сплава. Смарт-часы могут выдерживать погружение в воду на глубину до 50 метров. Приятным бонусом при этом является шестиосевой датчик ускорения BioTracker, геомагнитный датчик и давление воздуха. Вдобавок прибор предусматривает глубокий анализ сердечного ритма. Емкость батареи составляет 220 мАч, чего хватит на 46 дней эксплуатации. Итак, из плюсов это набор датчиков, класс защиты, GPS и GLONASS, время автономной работы и отличный экран. А минусов просто нету. Вторую половину топа открывает Honor Watch Magic 2. Два варианта часов это не просто масштабирование. Маленький выглядит более сдержанно. Больше постарались сделать похожими на классический хронометр. Естественно отличается размер и разрешение экранов. Старшие получили 1,4 дюйма, а младшие 1,2 дюйма. Хотя процессор и память в гаджетах одинаковые, Kirin A1 и 32 мегабайта оперативной и 4 гигабайта постоянной памяти. Очевидно, что в маленьком корпусе места меньше, поэтому аккумулятор там более скромный. Производитель обещает до 7 дней автономности в версии 42 мм и до 14 дней у 46 мм. На практике большие часы живут около 10 дней при постоянном подключении к смартфону, мониторингу сна и пульса. Можно выбрать один из множества циферблатов в разных стилях. Есть режим Always On Display, но с ним аккумулятор долго не протянет. Более щадящий вариант установить на часы одну из заставок. При этом гаджет вас честно предупредит, что батарея теперь будет расходоваться в два раза активнее. Но красота требует жертв. Четвертую позицию топа забирает Apple Watch Series 3. Если что, на первом месте топа у нас стоит Series 5. Но если вы хотите получить хорошую технику от Apple в 2020 году, актуальности Series 3 не потеряли. Часы постоянно отслеживают сердечную деятельность и незамедлительно сигнализируют при возникновении проблемы. Что особенно ценно для активных немолодых пользователей. Синхронизация с iPhone позволяет всегда оставаться на связи и оперативно получать сообщения в спортзале, на пляже и даже плавая в бассейне. С помощником Siri можно удобно общаться с помощью динамика часов, который выдает громкий и чистый звук. Стекло INX надежно защищает дисплей и обладает повышенной прочностью. Делая OLED-экран особенно контрастным и хорошо читаемым. Встроенный альтиметр позволяет измерять количество спусков, подъемов и пройденных этажей. В общем, актуальности гаджет на 2020 год не потерял. И тройку лучших открывает Garmin Instinct. Акцент в модели сделан на живучесть. Точность показаний, систем геолокации, продолжительность работы и удобство эксплуатации. Об этом говорят сертификаты защиты от грязи, падений и погружения под воду. Защитное стекло противодействует царапинам и механическим воздействиям. Garmin Instinct заключены в корпус, соответствующий военному стандарту защиты 810G. Часам не страшны удары, высокие температуры и погружение под воду на глубину до 100 метров. Их аккумулятора хватает до 14 дней работы в режиме смарт-часов. И до 16 часов при активном GPS. Автономность в активном режиме может быть увеличена до 40 часов за счет режима UltraTrack. Функции, которые периодически отключают GPS и используют акселерометр для определения местонахождения человека. Смарт-часы Garmin Instinct совместимы с Android и iOS устройствами. Но некоторые функции часов могут работать только в связке с Android аппаратами. По этой причине перед покупкой девайса стоит проверить работу с вашим телефоном. Купить гаджет можно в 6 цветах корпуса. Оранжевый, голубой, бежевый, желтый, синий и черный. Серебро получает Samsung Galaxy Watch Active 2. В соотношении цена-качество, одной из самых достойных моделей смарт-часов является Samsung Watch Active 2. Получившая 40-мм корпус. Внутри находится аккумулятор на 247 мАч. Батарея поддерживает беспроводную зарядку. Вместе с тем заслуживает внимания четкий 1,2-дюймовый Super AMOLED-экран. Есть режим Always-On Display и превосходный датчик освещения. К достоинствам гаджета также стоит отнести металлический корпус, предлагаемый в трех цветах. Включая черный, золото и серебро. Богатый набор датчиков отлично взаимодействует с двухъядерным процессором Exynos 911. В паре, кстати, с 4 гигабайтами оперативной памяти. Чтобы вы понимали многообразие опций и режимов, можно отслеживать 39 типов двигательной активности. Естественно, есть умный будильник и возможность отслеживать уровень стресса. Отлично реализован доступ к социальным сетям. Итак, из плюсов это много датчиков, отличный дизайн, хороший чип, режим Always-On Display. А минусов, опять же, нет. Это прекрасная модель. Ну и золото забирает Apple Watch 5. Apple представила часы в алюминиевом, керамическом, стальном и титановом корпусе. В России доступна только алюминиевая версия. Корпус не изменился с прошлого года. Перед нами те же Apple Watch Series 4, но с обновленной начинкой. Сохранилась и эргономика. Это удобный и легкий гаджет с тонким корпусом, о существовании которого на руке быстро забываешь. Apple Watch Series 5 могут быть двух размеров, 40 и 44 миллиметра. Разница в цене между ними символическая, а функции идентичны. Цветовых решения три. Серебристый, золотой и серый космос. Модификации комплектуются ремешками разных цветов. Также продается модель Apple Watch Nike Plus Series. Это те же часы, но с фирменным ремешком от спортивного бренда. Ремешки сменные. Цены на них в магазине Apple начинаются от 4000 рублей. К счастью, новые часы совместимы с ремешками и браслетами старых моделей. А также можно найти варианты на Алиэкспресс за 100-200 рублей. В часах установлены дисплеи с диагональю 1,57 и 1,78 дюймов в зависимости от размера Apple Watch. Края экрана имеют закругленные углы. Полезная информация в них не теряется. Для OLED технологии у Apple получилось сделать места перехода рамок к дисплею невидимыми. Яркость осталась прежней – 1000 нит. Это больше, чем у дисплеев iPhone. Часами можно пользоваться в очень солнечную погоду. А главное нововведение Apple Watch Series 5 – это негаснущий экран. Добиться этого без ущерба автономности удалось благодаря технологии LTPO OLED с динамической частотой кадров. Она может изменяться от 1 до 60 Гц в зависимости от условий. Это значит, что неактивный экран обновляется с частотой 1 кадр в секунду. Поэтому при повороте запястья от себя на циферблате пропадает плавно двигающаяся секундная стрелка. А во время тренировок не показываются доли секунды. Но это все легко настраивается, и это очень крутая функция. А ссылки на все смарт-часы я оставлю в описании к этому видео. Вы же в свою очередь обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Всем удачи! Еще услышимся!